Я прошу прощения, немножко подохрип в питерской погоде, но я думаю, что все будет хорошо. И я начну сразу с клинического случая. Пациент 72 лет, центральным раком правого легкого, Т3НХМХ, опухоль 80 на 51 миллиметр, центральное издавление изне B9-B10 с сопутствующей патологией в виде остеопороза и паранопластической полинейропатии с санциромоторной формы и с сахарным диабетом. Пациент не курит и не курил никогда. В мае 2018 года отметил нарастание одышки при физической нагрузке, сухой кашель. Как бы мы поступили с этим пациентом? К нам вопрос, да? Я бы тут, наверное, у пациента данного выполнил бы ЭБУС, посмотрел бы, что вот в лимфатических узлах рефоркационных. Если бы мы получили, что там нет данных за метастазы, подтвердил бы ПЭТ-КТ, я бы спланировал ему на первом этапе хирургическое лечение в объеме лобэктомии, подчеркну, которые, по сути, здесь можно сделать без каких-то сложностей. Абсолютных. Спасибо, Рев Кириллович, мы так и сделали, только без ЕБУСа. Сделали нижнюю лобэктомию справа с лимфодисекцией и получили, что также Т3 в объем опухоли и обнаружили рост в лимфатических узлах. Получили низкодифференцированную аденокарциному. Далее решение в онкологическом консилиуме. Пациент проходил адювантную химиотерапию по схеме поклиток СЛ-карбоплотин. Всего было проведено 4 курса, и у пациента наблюдалась стабилизация на протяжении года. В октябре 2019 года у него возникло первое прогрессирование, диссеминация процесса, появление очагов с обоих сторон, увеличение лимфоузлов. По операционному материалу было выполнено молекулярно-генетическое исследование. Мутации не обнаружено ни НЖФР, ни БРАФ, ни АЛКАИ, ни РОС-1. Как бы дальше мы поступили? ПДЛ-экспрессию смотрели у пациента? Нет. На тот момент, в 2019 год, нет. А МРТ головного мозга было у пациента? Было. Ничего там нет. И пациент никогда не курил? Никогда не курил. Я бы этому пациенту назначила химиотерапию. Да, больше года прошло после дивана. Да. Мне интересно, как это получается, мы так и сделали. Назначили 6 курсов химиотерапии по той же самой схеме, по клиток СЛ-карбоплотин. Ну и соответственно, у пациента тоже приблизительно в течение года сохранялась стабилизация процесса без роста очагов. И в июне 2020 года уже опять второе прогрессирование заболевания, увеличение основных очагов, диссеминация увеличения лимфоузлов и появление костного метастаза. И вот тогда мы уже сделали ПДЛ-экспрессии, и у пациента, не курившего с аденокарциномой, выявилась экспрессия 90%. И по решению онкологического консилиума было назначено лечение пембролизумабом раз в три недели с бисфосфонатотерапией. Это небольшая статистика по нашему центру, но времени было не сильно много у пациентов без активирующих мутаций, которые находились у нас на иммунотерапии. Это первая линия, я не смог просто за короткое время собрать больше данных по пациентам нашим, это лично мой опыт лечения таких пациентов, но в принципе он не сильно отличается от мировых результатов. И уже летом 2022 года у нас, у пациента выявляется такое одно очень нехорошее, нежелательное явление, которое может быть на фоне введения бисфосфонатотерапии. Это остеонекроз верхней челюсти на фоне продолжающегося введения иммунотерапии. И возникает третий вопрос, а будем ли мы делать паузу, как-то останавливаться в лечении или вообще прекращать иммунотерапию на фоне как бы такого в принципе неприятного осложнения. То есть тут довольно-таки большой дефект верхней челюсти. То есть стоит останавливаться в этом плане или все-таки мы продолжаем лечение? А у пациента какой ответ на лечение пембролизумабом? Частичный, полный ответ? Частичный. Частичный ответ. То есть там сохраняются опухолевые очаги через два года после? Они сохраняются, да, но они уменьшились. Уменьшились все очаги полностью. И в обоих легких очаги уменьшилась, и лимфоденопатия уменьшилась кардинально. Но в целом у нас есть данные, что пациенты, которые так долго находятся в частичном ответе, могут приостановить лечение вне зависимости от бисфосфонатов. У нас есть возможность приостановить лечение. Наличие остеонекроза в нижней челюсти никак не связано с иммунотерапией, но это тоже неприятное, нежелательное явление очень, которое требует отдельного лечения. Поэтому здесь спокойно совершенно можно останавливать пембролизумаб. Окей. Федор Владимирович, у вас какое-то мнение есть по тому поводу? Ну да, мы как бы как-то охотно идем на остановки в иммунотерапии. Честно говоря, пока просто, потому что практически никогда не находимся в ситуации избытка этих препаратов. Поэтому если есть какие-то основания приостановить лечение, то мы обычно это делаем. А длительный эффект без признаков прогрессирования и необходимость пациенту находиться в другом стационаре и корректировать какие-то другие осложнения, которые, мы подчеркиваем, не связаны с иммунотерапией, а связаны с бессессонатами, то это, безусловно, может быть такой зацепкой. Ну, у нас получилось так, что, в принципе, вот это все осложнение произошло между курсами. Как бы он обратился в челюстно-лицевую хирургию, там все зачистили они. И, в принципе, как бы у пациента статус и когни каким образом не поменялся, общее состояние не поменялось, как бы. Собственно, мы решили продолжить. Мы убрали бисфосфонаты, просто решили продолжить проведение иммунотерапии. Это как раз динамика уменьшения очагов по легким и лимфоузлам. В принципе, в общей сложности после, на февраль этого года, после 45-го введения иммунотерапии очаги уменьшились на 80%. Компьютерная томография, как бы, это до начала лечения, до начала иммунотерапии. Ну и, соответственно, после 45-го введения иммунотерапии пембролизумаба. У пациента, пациент находится в хорошем состоянии, ког 0. На данный момент ему уже 77 лет. Ну и, в принципе, как бы, выводы из этого исходят, что, в принципе, на ультрагиперэкспрессия иммунотерапия показывает очень хороший результат в иммунорежиме.